Наша технология использует природный инстинкт соблюдения равновесия, эквилибриум природных элементов, чтобы извлечь влажность из воздуха. Чтобы проиллюстрировать, как работает наш жидкий осушитель, давайте покажем некоторые простые природные принципы. Первым принципом является абсорбция. Давайте возьмем стакан воды и добавим в него соль. Изначально соль растворяется в воде за счет притяжения между солью и молекул воды, так как соль отрицательно заряжена, а вода положительна. Затем, если мы добавили достаточное количество соли, соленый раствор начнет притягивать влагу из окружающего воздуха, потому что соль является естественным осушителем. А что такое осушитель? Осушитель – это материал, который притягивает и поглощает влагу. В этом случае притяжение настолько сильно, что соль будет привлекать влагу из воздуха, даже если соль уже растворилась в воде. Теперь посмотрим на второй принцип – диффузию. Возьмем второй стакан воды и присоединим его к первому стакану трубкой. Соль из первого стакана постепенно диффундирует во второй, пока концентрация соли не сбалансировалась в обоих стаканах. Это естественное равновесие. Посмотрим, как эти два принципа – абсорбция и диффузия – работают вместе. Представьте себе, что у нас есть один стакан на открытом воздухе, а другой – в закрытом помещении. В помещении соленая вода притягивает влагу из воздуха, как раньше. Снаружи, если источник тепла нагревает воду, то она испаряется. Оставшаяся вода в стакане снаружи становится еще более соленой. Опять же, концентрация соли в двух стаканах пытается достичь баланса. Только на этот раз молекулы воды должны диффундировать из стакана внутри к более соленой воде в стакане снаружи. Пока тепло влияет на стакан снаружи, этот процесс будет продолжаться, и влага внутри здания будет вытягиваться и испаряться снаружи здания. Продолжение следует... Продолжение следует...